Вероятно, сейчас у традиционников стало подгорать одно место. Как нет условий? А что же мы видим? Вот же он родимый, аж светится весь. Ладно, пену я вам подготовил, теперь буду тушить ваши седалищные конечности. Не зря же я вам про автомобили втирал и их двигатели. Теперь я пущу всю массу на ваши головы. Ой, да, про торсионные поля я вам мозг забил, про левой и правой спины тоже. Скалярить можете хоть до белой горячки, то, что вы там сводите некие несуществующие фазы. Ну да ладно, но особый привет передам главному Фибоначчу. О, я же вам еще про имплозию не напомнил. А знаете, что такое имплозия с точки зрения работы двигателя? Это когда вы втыкаете не ту передачу и давите на газ, а двигатель просто не тянет, а то и просто глохнет. В итоге, ваша святая имплозия – это банальная тормознутость изготовителя девайса. Вот теперь перейдем к полной раскладке и выведем истину на свет Божий. Начну с примера миниатюрных двигателей от авиамоделей, типа внутреннего сгорания, то есть взрывное преобразование энергии. Этот моторчик я вам уже как-то демонстрировал с 1977 года выпуска из Киева. Мечты и стихия моего раннего детства. Движок от реального автомобиля демонстрировать не буду, так как на стол не поместится. Вот сюда производится преск топлива через жуклер. Выставляется лучшая позиция для сжатия. Делаем от винта и полетели. Вот еще один движок. Принцип почти тот же, только на сжатом воздухе. Вот сюда заправляем, запускаем. Но опять же поршневая система, сжатие и так далее. Вместо сжатого воздуха ставим котел с парой, мы получаем то же самое. Так что объединяет множество различных конструкций. Надеюсь убедил большинство, что во всех подобных двигателях главным процессом их эффективности не является резонанс. Тут основа основ в создании идеальных условий для максимальной импульсной энергии, чтобы из нее совершить необходимую работу. Ну а что же пресловутые катушки? Часто ли где от них необходимы резонансные явления? Таких примеров можно привести сотни и тысячи, где вроде как и есть то ли катушка, то ли контур. Но никто не добивается резонансных свойств, как тут. Скорее наоборот. Какой же резонанс видят тут многие дилетанты, ну или стремятся видеть? Вот вам различные реле, вот герконовые, та же катушка. Здесь разве добиваются резонанса, чтобы управлять этим герконом? Нет, конечно. Просто подают какие-то определенные импульсы в определенное время и включают какие-то, выключают устройства. Резонансом здесь даже не пахнет, но хотя это катушка. Вот эти все релюшки, они тоже работают на этом же принципе. Возьмем электродвигатель. Видите, сколько тут катушек. Здесь разве кто-то добивается резонанса? Тоже нет. Подают определенные комбинации импульсов, чтобы этот двигатель работал так, как необходимо. То есть по каким-то условиям, критериям. Правда, есть некоторые дятлы, которые даже из двигателя пытаются как-то вытащить резонанс, но это же дятлы. А вот вариант, тоже раритетный. Это головка печатающей машинки, игольчатой. Вот 9 иголок. Иголки выстреливают и на бумаге получаем какие-то узоры. Здесь разве кто-то пользуется резонансом? Тоже нет, конечно. Здесь пользуются строго определенными последовательными действиями. То есть какое-то в определенное время какой-то магнитик срабатывает. Или целая комбинация. И мы получаем результат. Строго определенные действия. Разве здесь не совершаются эти строго определенные действия, чтобы получить необходимый результат? Так и везде. Ну вот возьмите пускатель. Попробуйте сюда загонить резонанс. Что с ним будет? Нет, его используют в необходимое время. Ну вот катушка, казалось бы. Вот здесь вот можно, конечно, попользоваться резонансом и заставить светодиоды светиться поярче. Когда мы входим здесь, вот подстраиваем и можем войти в резонанс определенный. Но это есть катушка и есть нагрузка. Как я вам уже вбивал мозг, что ТОР это совсем не катушка, а скорее активный конденсатор. Как бы ни было. Вот он конденсатор. Если его разобрать, посмотреть, любой другой, бумажный имеется ввиду. Там катушка, но скрученная из фольги. Но тем не менее, конденсатор действует точно так же, как и ТОР. То есть одна вкладка, другая вкладка. Подводим сюда, подводим сюда. То же самое здесь. Немножко принцип другой подвода здесь. И необходимость того, что здесь используется. То есть здесь берется фольга, чтобы получить максимальную емкость. Нам же емкость нужна минимальная в системе. Но кто сказал, что в катушках не применяется фольга? Или вообще в силовых трансформаторах, например, применяется шинка? Что такое шинка? Ну, вероятно, должны все знать. Вот, пожалуйста, строчный трансформатор, который я когда-то перематывал, переделал очень давно. Вот использовал фольгу ту же, ту же шинку. И что, от этого что-то поменялось? Он остался трансформатором. Другое дело, что опять есть чудики, которые пытаются из таких трансформаторов, получить опять же резонанс и разрушают феррит. Но опять же, это другая тема. Вот попробуйте вспомнить. Кто меня смотрит столько лет, я уже вам повторяю, что тор не есть катушка. А скорее активный конденсатор. То, что технически на самом деле конструкция похожа на конденсатор, вероятно, спорить-то не будете. Но почему активный и как функционально это можно рассмотреть? Большие емкости обычно применяют как накопительные для сглаживания различного питания, поменьше обычно разделительные, фильтрующие, частотозадающие и так далее. В наших вихревых заморочках мы используем частоту около 300 кГц. Если замерить тор, то получим индуктивность около 0,3 мГц на каждой обкладке. А емкость от 500 до 1000 пик уже между ними. Если приложить одно к другому, то 300 кГц и получится. Одно из функций конденсаторов накапливать заряд и отдавать. Запомните этот момент. А теперь для понимания немного чистой физики. Так как мое повествование для домохозяек, то напомню, 300 кГц в нашем случае это длина волны равная 1 км, которая проходит расстояние за 3,3 мкс. Я уже рассказывал об этом. Но у нас провод в Торе всего 14 метров. По прямому проводу это расстояние только прошел бы за 46 нс, но в скрученном он проходит в 70 раз медленнее. Причина? В завихрении прохождения энергии, токах фуко, скин-эффекте, внутренней емкости и встречного направления движения в проводнике. Кстати, для скандальности замечу, что индукция тут меньше всего влияет. И вы скоро это поймете. Про скин-эффект несколько подробнее. Так как он здесь сильно решает. Я пару лет назад выпускал первую часть ролика про лекцию происходящих в вихревых процессах в Торах. Но вторую часть так и не выпустил. Вот пусть будет как продолжение. В проводнике при прохождении постоянного тока или малой частоте, он идет по всему сечению металла. Другое дело, если переменный ток довольно высокой частоты. Существенно важным это становится где-то от 50-100 кГц. Дело в том, что чем выше частота, тем больше ток уходит из центра проводника. Он уже не идет внутри, а стремится на поверхность. Так вот, на 300 кГц, чем мы пользуемся в вихревой медицине, ток захватывает. Всего 0,12 мм от поверхности меди, проникая во внутрь проводника, а остальное снаружи. То есть, можно сделать полую трубку, и результат будет тот же. Кстати, надо так и делать на высоких частотах. При 400 кГц, 0,1 мм. При 200, 0,15. Вот, например, в витой паре, которую используют, вероятно, от бедности или от жадности некоторые, мотая бублики, берут скрученный одножильный медный провод, который обычно 0,5 в диаметре. Из-за скин-эффекта сечение провода теряет более половины. И есть один интересный нюанс, который случайно определили исследователи методом тыка. В производстве витой пары некоторые производители используют омедненный алюминий, так как дешевле. Так вот, такой провод дает больший положительный эффект в вихревой медицине, чем чистая медь. Я вам сегодня раскрою очередной секрет, почему так происходит. Электрики в курсе, что алюминий и медь несовместимые металлы с точки зрения электрического тока. Правда, эта несовместимость заметна при больших нагрузках. Вероятно, потому что медь, серебро, золото находится в первой группе химических элементов таблицы Менделеева, а алюминий третий. И скин-эффект у алюминия на 300 кГц где-то 0,15 мм, что на 0,03 мм больше, чем у меди. И вот, когда производители покрывают алюминиевый провод медью, то этот слой обычно около 0,05 мм, что в 2-3 раза тоньше, чем само проникновение скин-эффекта в этот промежуток. И вот, вместе с соприкосновением меди и алюминия, и разницей скин-эффекта, возникают дополнительные вихревые возмущения, которые добавляют процент полезности. Надеюсь, домохозяйки все поняли. Идем дальше. Показываю визуально, как происходит процесс резонанса в контуре. Берем контур. Для визуальности разворачиваем его и подаем от генератора сюда и сюда соответствующий сигнал. Наш синус бежит по виткам и бьется в волнообразном ограниченном пространстве. Вот таким образом. Согласно одинаковой длине волны и настройке катушки на эту длину в содружестве с внешним конденсатором, где его слегка подталкивает генератор. Так как резонируя, сигнал затухает постепенно из-за относительной добротности и неидеальности конструкции. Естественно, если длина волны не будет совпадать, к примеру, имеем большую, то волна будет стремиться сбежать из этой клетки. А если меньше, то она просто сама себя задавит. Какие же процессы происходят в подобной конструкции, называемой тором? Снова разворачиваем. Для простоты пояснения возьмем меандр. Хотя при прохождении через подобные он все равно завалит фронты и станет похожим на синус. Подаем на вход импульс. Вот сюда и сюда. Через 1,65 микросекунды ровно на половине. Напомню, всего 3,3 микросекунды от начала до конца. Это две противоположные волны встретятся. Одна прямая, другая обратная. Так как мы же специально подключили начало этой обкладки конденсатора и конец другой. Даже если бы они на самом деле были бы прямыми, то уже бы происходили некие физические взаимодействия между ними. Так как проводники плотно прижаты друг к другу. А в моем случае еще и завиты между собой. Да еще и с третьим проводом. Но сейчас это не особо важно. И что если в этой системе проводник будет длиннее или короче? В контуре я вам показывал, что произойдет, но тут не контур. А два несоединенных проводника. Когда две противоположности уже не смогут встретиться строго вершинами по центру, соответственно, не получит максимум потенциала. Для чего же он нужен? Та же, как в камере внутреннего сгорания двигателя для оптимального взрыва. Из какого ему тут быть? Показываю. Когда электрическая энергия начинает двигаться от начала проводника со скоростью более 4000 км в секунду, Согласно скин-эффекта движение проходит на 0,12 мм вовнутрь проводника и по его поверхности. А точнее, на дне. Кстати, от миандра на начальных витках скорость несколько больше и скин-эффект значительно ярче, так как пороги являются эквивалентом синуса с гораздо большей частотой. Но параллельно ему проходит другой проводник, плотно прижатый, как и вообще весь клубок. И вот потенциал, совершая рывок поверхностной энергии, цепляет соседние проводники, которые плотно прижаты. Можно это и здесь рассмотреть. Возникающие токи ФУКО тормозят поток, который пытается уйти в отрыв, но удерживаться внутренней адгезией. Потенциальная энергия бьется между проводниками. И тут вступает третья сила. Из-за скрученного тора возникает мощное вихре образования. Что такое центрифуга? Все знают. А андронный коллайдер слыхали о неких магнитных ловушках, которые в подобном процессе перехватывают какие-то бегущие аномалии. Вот тут их никто не перехватывает. И они с каждым витком нагоняют волну, набирая силу. Но не тока, а напряженности. Любая энергия стремится идти по самому короткому пути. Прописная шистина. Поэтому при такой скорости, если проводник был бы прямой, то волна летела бы прямо. Но удерживаясь адгезией, волна на поверхности все больше накапливает напряженность, оставляя силу тока. И закрученность устройства на крутых поворотах завихряет напряженность энергии, создавая хаос самой набегающей волне. Вероятно, многие видели на море вроде как сперва небольшая волна, приближаясь к берегу, разрастается, разрастается все больше и больше. И если энергия достаточно накоплена, то бушующий во все стороны потенциал энергии набрасывается на берег, накрываясь, метая все на своем пути. Вот что-то подобное происходит и в Торе. До половины проводника набегающая волна из обычной переменки, например, амплитудой 10 вольт и током 0,1 ампера, теряет толк и в сотни раз поднимая напряженность, переходя из проводной энергии в беспроводную. Обращаю внимание, не напряжение, а напряженность. То же самое происходит и с другой стороны. Кстати, поэтому в Торах не требуется толстый провод, так как внутри его практически нет тока, только на первых витках. И представьте себе, какие процессы происходят опять же в море, когда две огромные волны одинаковой величины и потенциалы летят друг на друга. Это настоящий взрыв. Но если одна волна будет больше, а другая меньше, то большая, конечно, просто поглотит меньшую. Без особого шума и пыли, как и в нашей ситуации. Если мы не создадим условия для одинакового потенциала волны с двух сторон, то не достигнем максимального результата. В итоге возникает огромное облако беспроводной энергии. Вот именно при столкновении двух энерговолл такими индикаторами сам факт взрыва. А такими результат или последствия. И вот такой взрывной энергопроцесс ребята с традиционным и ограниченным мышлением принимают за резонанс. Кстати, когда я делал плоские торы, то тоже должны вспомнить мои почитатели. Я говорил про провод, который следовало обязательно брать одинаковой длины, например, по 18 метров. Но при намотке подобного плоского бифляра из-за того, что один провод был внутри, а второй снаружи при намотке, на выходе получался как бы лишний кусок, который я рекомендовал доматывать свободным концом и ни в коем случае не обрезать. Теперь поняли, почему? Это было почти пять лет назад. Я три филяры мотаю, так отмеряю три провода с точностью до пары миллиметров. Сейчас я не заморачиваюсь с плоскими излучателями, так как подобное устройство более эффективно. В идеале требуется реактор энергии с максимальным выхлопом, возможно регулируемым. И уже с самой энергией надо заниматься для более эффективного применения, а не трясти бензобаки и затыкать выхлопные трубы. Надо модулировать и использовать саму энергию, а не то, что ее создает. Я уже два года вам показываю активную модуляцию самой энергии, но мало кто понял, почему и для чего. Все то же самое, как в автомобиле. Главное получить энергию от двигателя, а уже использовать ее и управлять процессом движения при помощи коробки передач и руля. Вы сидите в кресле водителя и чем вы там занимаетесь? Крутите руль и переключаете передачи. Про газ я не говорю. Это есть подаваемая мощность по мере необходимости. Что на малых оборотах двигателя, что на больших, происходят абсолютно одни и те же процессы в камере сгорания. Меняется только частота взрывов, которая суммируется в повышение мощности. И все в процессе использования средств передвижения. Вы не лезете в бензобак, не трясете бензонасос и тем более не касаетесь выхлопной трубы. У вас только рычаг, переключение и руль. Но с автоматом вообще только руль. Ладно, на сегодня все. Только небольшое, но эпохальное послесловие. В самой вихревой медицине некоторые не совсем понимают, почему энергия на кого-то действует, а на кого-то нет. Ну, пример с водой и цветком в горшке я привел. А вот представьте себе, что вы стоите по горло в воде, но вам подливают еще и приговаривают, давай мелок пей, тебя это вылечит или поправит здоровье. Вода уже в ушах стоит, а вам все наливают. Как думаете, будет с этого польза? Вероятно, кто-то удивится. Если тело насыщено энергией, то по идее все должно бурлить и устаканиваться. Проблема в том, что энергия энергии рознь. И об этом я вам неоднократно говорил. Знаете, как есть родниковая вода, есть морская вода, а есть болотная вода, а есть жижа, заполнившая все поры с ядовитой примесью. Но сосуд-то наполнен. Всем пока и боритесь за выживание. Не давайте себя уничтожить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова